Сегодня мы в гостях. У Галины Васильевны Доновой, у садовода с большим опытом природного земледелия. Уже много лет Галина Васильевна на своем чудесном участке занимается природным земледелием. Мы свидетели того, что она получает очень хороший и отличный урожай, а также занимается не только огородничеством, но и старается уже делать новые свои природные цветники. Сегодня Галина Васильевна с нами поделится своими секретами. Она у нас работает на участке 30 соток, одна. Галина Васильевна, скажите, пожалуйста, на самом деле вы одна работаете на таком большом участке? Ну да, так получилось, что участок этот родительский, а родители очень пожилые, фронтовики. И все мое окружение, дети далеко, а все мое окружение, ну, как бы больное. И поэтому мне пришлось вот одной. И о чем я хотела сказать, вот если бы рядом со мной были здоровые, и мне бы помогали, я бы никогда не пришла бы вот к этому. Просто вот в один прекрасный момент, представляете, вот 30 соток, и она, одну женщину, это все надо перекопать, это все по-традиционному надо, вот, чтобы ни травинки, ни пылинки не было, все это сгрести, выгрести. Ну, я так и начала. Я когда приехала сюда, я так и начала в первый год. И, естественно, сразу же сорвала себе спину. Вот, честно, до такой степени было обидно. И все-таки хотелось мне как-то найти какой-то выход. И Иван Парфентьевич Замяткин тогда очень, как бы вот в газету тогда вышла, красноярский рабочий. И я еще помню, папа мне говорит, смотри-ка, говорит, а копать-то не надо. Столько лет, говорит, всю жизнь я, как бы, учил по-другому, а он у меня заслуженный лесовод. А, говорит, вроде как и другая технология есть. И мы стали вот, ну, все стали потихонечку изучать, потихонечку, помаленечку. Стали искать литературу. Ну, а раз ищешь, то всегда найдешь. Можете рассказать, как у вас выглядела почва, как ваш выглядел участок, вот непосредственно, вот что было до того, как вы начали заниматься? Ну, у нас вообще здесь вот, в нашей местности, вот у нас лес рядом, у нас вообще-то кальцинированные черноземы. Это я уже потом узнала, сделав анализ. То есть весной, это примерно как губка, вот знаете, которая посуду моет. Весной, когда влажно, вроде бы все нормально, земля, как бы, нормально, можно в ней руками даже работать или там с какими-то инструментами. Как только приходит середина лета, а здесь у нас примерно засухи всегда в июне, земля высыхает, спекается, получается, как бетон. К осени невозможно вилы, значит, вогнать. Поэтому здесь все люди пашут тракторами, либо все время перекапывают в надежде, что они разрыхлят землю, что можно будет хотя бы хоть морковку эту вытащить. Годами это делают, и ничего не разрыхляется. Вот, поэтому, в принципе, надо как-то по-другому подойти. То есть я поняла, что у меня такие почвы, и надо делать немножко по-другому. Галина, что вы сделали самое первое? Какой у вас был первый шаг именно к природному земледелию? Ну, вот первый шаг у меня и был. С той статьи Замяткина я решила, копать не буду. Все, никаких знаний, никаких советов, ничего. Не буду копать, и все. Первый шаг я поняла. Вы перестали копать. Да. Вы поняли, что мы отказываемся от перекопки. Когда вы отказались от перекопки, какой инструмент стал вашим самым первым помощником? Скобочка. Вот знаете, такая еще была вот, ну, скобочка такая вот, просто, которой вот можно было рыхлить верхний слой. Ее вот так вот проводишь, и она подрезает сорняки. Вот этим я и пользуюсь. Кстати, она я еще и пользуюсь все время, до сих пор. Все начало нашего плодородия вообще начинается с осени. С осенью надо землю. Вот как получается, мы сами вот перед зимой шубки одеваем, шапочки там, все прочее, как бы утепляемся. Наши же земли, как вот нашу матушку землю, раздеваем, все сгребаем, оставляем голую. Поэтому я считаю, что первое, с чего надо начать, вот, природное, это осенью закрыть землю, сохранить тепло, сохранить живность там, которая, вот, и я вот сейчас покажу, как я это делаю. А весной уже другие. Сегодня у нас весенняя прогулка по участку Галины Васильевны Доновой. Мы сегодня посмотрим, как ее участок выглядит именно ранней весной. И она нам покажет, какие весенние работы, с чего начинает она работу на своем участке. Галина Васильевна, вот мы пришли в ваш огород. Что я вижу? Я вижу, что сорняков совершенно нет. Земля мягкая, как пух. Такое ощущение, что мы просто двигаемся по лесу. Такого участка, вот, на самом деле, я еще не встречала. Вот, скажите, почему у вас такая мягкая почва? И почему у вас совершенно нет сорняков? Вообще нет травы никакой. Ну, потому что, если я не копаю, я не постоянно не поднимаю эти сорняки к свету и, ну, к влаге, к теплу. И поэтому, какие семена там у меня были, какие-то однолетники, я их так похоронила. А многолетники, ну, скоро появится немножечко одуванчика, где-то так, многолетних. Ну, и вот так мало, я его просто съедаю. Что я делаю? Вот, видите, у меня, если посмотреть у других, то все черное. И весной практически зайти невозможно, ноги тонут в этой грязи. Я же могу уже полтора месяца ходить спокойно, вот поэтому. Я ничего не убираю с грядок. Например, я морковку убрала, ботву я оставила. Свекольная ботва, все остается на грядках, все. Но плюс еще дополнительно надо. Вот дополнительно я. Да, пожалуйста, листвой. Листвы у нас сколько угодно. То есть вы готовите, вот вы сказали, что вы с осени начинаете готовить свой участок. Что вы сделали осенью, чтобы подготовиться к весне? Я засыпала все листвой. Весь участок? Весь участок засыпала я листвой. Что хорошее? Чем помогает вот это? Вот вы засыпали листвой. Какой плюс от этого будет весной? Ну, во-первых, это не перепревшая органика. Это будет пища для живности микробов на следующий год. То есть вот на этот год. Значит, сейчас очень часто рано стали сходить снега. То есть вот если в марте снег сошел, и все, земля вот голая, она высохла. А у меня там влажно. У меня там сохраняется влага. И значит, она дотерпит до того времени, когда, возможно, уже будет стабильно теплая температура, при которой уже можно садить. Галина, ну почва на самом деле такая рыхлая, такая влажная. Действительно, вот прямо хочется все посадить в эту почву. И понятно, что здесь уже растения будут чувствовать себя просто великолепно. Скажите, пожалуйста, вот чтобы получить вот такую вот истинно рыхлую почву, которую садоводы добиваются всю жизнь, так сказать, своей береговкой, за сколько лет вы добились вот такой почвы, не копая? То есть сколько лет ваш участок не копается? Ну, 15 лет. 15 лет, как я вообще, поначалу я еще рыхлила очень глубоко. Очень глубоко рыхлила, это, ну, сравни перекопки. А потом я вообще поняла, что надо просто складывать и не трогать ничего. Весной пришел, разгреб, место для семян посадил и все, и ничего не трогать. Нашим садоводам, которые только начинают природным земледелием заниматься, им, конечно же, хочется, ну, побыстрее получить такой результат. И, конечно, вот 15 лет, это как бы большая такая цифра. Да через три года. Через какое? Через три года. Через три года, то есть это уже реально, что человек получит вот такую вот почву. Через три года осенью заложить как можно больше органики, весной ее не перекапывать. Самое главное, ее не смешивать с землей. И самое главное, не перегной главный, который вот они тоннами завозят, перегной все. Там уже пусто все. Надо завозить не перепревшую органику, собирать вот эти остатки, не сжигать их, не выносить никуда-нибудь. Оставлять все на грядочке. Правильно я понимаю, что вот это вот, это вот компост. Да. Это вот компост, который получается у вас прямо на грядке. Да. Что вам помогло вот на начальном этапе? Для того, чтобы запустить процесс, нужны, конечно же, микробы и нужна свежая органика. Ее нужно все время подкладывать. Поначалу вот пользоваться, я и пользовалась этим сиянием, я ездила в Новосибирск, я покупала эти препараты. Я их рассыпала, но на голой земле это ничего не поможет. Нужно обязательно, чтобы была чем-то прикрывать. Сорняки, листва, даже газетами можно прикрывать, потому что этим бактериям нужно что-то питаться. И они будут в процессе переработки вот этой свежей органикой кормить растения. Галина Васильевна, у вас тут на участке все так чудесно прикрыто органикой, кругом листва. Но я вижу, что у вас есть еще какие-то грядки, укрытые укрывным материалом. Что за грядочки? Расскажите нам. Ну, это я последнее время под таким укрывным материалом сохраняю молодые посадки Виктории. Давайте посмотрим. Давайте посмотрим. Я осенью их посадила. Ну вот, посмотрите, как хорошо прижилась Виктория наша, земляничка. Галина, вот у нас весна. Сейчас начинается посев. Уже в первых числах, в мае, мы начинаем сеять морковь, садить лук. Покажите, пожалуйста, на ваших вот таких вот пышных грядках, как вы делаете посев. Я сделала у себя постоянные грядки. То есть я вот у меня эта грядка, вот эта грядка, и они не меняются местами. Я хожу только по дорожкам. Только по дорожкам, которые, значит, их закрываю. Значит, там внизу картон или какая-нибудь там бумага, которая просто хоронит, значит, эти сорнячки. А грядки я сделаю только севооборот. Ну вот сейчас я пришла, допустим, на огород, и мне нужно посеять морковку. Мульчу садить бесполезно, потому что все семена провалятся, они мелкие. Я просто разгребу тот рядочек, где я буду сеять. Вот так вот. Я сею очень редко, то есть вот на этой грядке будет всего два рядочка. Вот следующий рядочек будет вот здесь. Грядочки у меня узкие для того, чтобы можно было дотянуться, проходы широкие. Вот, значит, я вот буквально уже руками, что тут, каким инструментом. Потом я беру обязательно какую-нибудь плотную, там, брусочек или доску, и еще утрамбовываю землю для того, чтобы семена легли обязательно на твердую почву. Им нужно, чтобы зацепиться, это веками созданная, ну как бы технология семян. Им нужно зацепиться, вкрутиться в эту землю, чтобы их там птицы не склевали, ветром не унесло, и тогда свободно мог развиваться корень. Дальше я, какая бы все равно не была влажная земля, я в любом случае все равно проливаю бороздку. Всегда, они должны быть на влажной. Сыплю семена, то есть у меня бороздочка, в общем-то, широкая, и я ее здесь как бы в разброс сыплю. И немножко прикрываю. Значит, раньше я прикрывала, ну, этим же вот земелькой, та, которая есть. Сейчас очень хороший есть кокосовый субстрат, и то есть мелкие семена. Да, я обязательно вот кокосовым субстратом присыпаю, ну, можно и обыкновенной какой-нибудь земелькой, не глубоко. Здесь остается промежуток, дальше я делаю снова рядочек вот такой для мелких семян, и сею то же самое. У меня всего два рядочка. Морковки мне хватает полторы грядки на нашу большую землю, потому что она вырастает нормальная. Морковки.